здравствуйте друзья я помню в шестидесятые годы я еще пацаном был но я такой был мальчик интересующийся международными отношениями и выписывал журнал был такой внешнеполитический журнал назывался новое время и там вот так серьезный народ писал дипломаты там и тогда очень-очень интересного популярны и в частности вот было очень много хохмачек всяких но мулик вот смеялись над америкой тогда вот они анекдоты разные были но это не в журнале а так в народе вот были анекдоты там про индейцев анекдоты про ковбоя американского там и так далее то есть как бы вот любили смеяться над америкой что вот собственно не от всеми смеялись над китаем смеялись там не знаю над разными смеялись над чукчей там еще надо ну сами знаете его значит в частности смеялись надо американской любовью к сенсациям вот там бегают мальчики там газеты и машинка сейчас сенсация сенсация значит и вот вот это вот сенсация что вот они мол американцы из всего из любой ерунды делают сенсацию и вот я помню была такая карикатура значит бежит мальчик с газеты и кричит сенсация сегодня нет никаких сенсаций значит вот так вот я почему это вспомнил потому что потому что что-то вот смотрю я за новостями внутренней жизни и все время что-то пишут сайте вот не то чтобы газета выходит или там допустим ну интернет-издание или так живая газета и не то чтобы там пусто было вот сказали бы сегодня писать не о чем и там три четверти газеты пустые пишут о чем-то но о чем-то таком что такая ерунда что не то что рассказать но даже самому читать них не хочется потому что в ерунда и иногда вот бывает чуть возьмут и обсасывают и обсасывают но сейчас даже этого нет вот и мы даже обсасать нечего вот нет нет сахарные косточки чтобы вот там пресса ее обсасывают я в данном случае говорю про внутреннюю жизнь ничего такого сенсационного есть конечно более серьезные разговоры например вот в бломберге там большая такая подборка о том что нефтяная индустрия переживает кризис и какие-то времена перемен и как там дальше будет ну с другой стороны вот любое здание возьми там идет спекуляция о том что завтра будет с нефтяной индустрии и одни говорят что там уже кризис там миновал другие говорят что все еще впереди одни говорят что это быстро кончится и снова будут высокие цены там подстольник другие говорят что уже и 60 там вряд ли поднимется выше но еще раз много всякого вот конечно уровень экспертизы наверное разные там у людей но с другой стороны вы понимаете там много спекулятивного сиюминутно обсуждается выборы в израиле там получилась такая интересная что ли ситуация дело в том что и республиканская партия и демократическая партия неизменно поддерживают израиль но немножко по-разному как бы скажем если республиканцы в большей степени так безоговорочно поддерживают то демократы имеют тенденцию давить на израиль с тем чтобы значит вот эти монархи нефтяные чтобы их порадовать но в общем как бы обычно в израиле хуже отношения с демократическими проектами чем с консервативными но тут произошла интересная история премьера нетаньяху который руководит вот нынешней группировкой правых так сказать партий нетаньяху совершил то чего до него никто никогда не совершал он вбил клин в поддержку израиля между демократами и республиканцами произошло это таким образом формально его пригласили от республиканской партии выступить в конгрессе но дело в том что он ведь не не парламентский деятель он все-таки премьер-министр то есть он исполнить такая власть исполнительная и визиты исполнительной власти согласуются с исполнительной властью то есть грубо говоря так если бы нетаньяху хотел выступить перед конгрессом он должен был бы договориться с госдепартаментом с президентом обамы значит и как бы частью визита было бы выступить перед там конгрессом и это не первый раз он выступает перед конгрессом и все такое в данном случае они пошли в обход обамы это игры которые республиканцы играют искать против обамы против там демократов это как бы внутри американская политическая игра и в данном случае нетаньяху пошел как бы навстречу что ли вот этой игре стал в ней участвовать а у него выборы через две недели и он говорил о том конгресса что тот план который обама вынашивает о заключении ядерного соглашения с ираном что вот это все очень опасно и не нужно этого делать и что все это очень плохо там и так далее и как бы он но он защищает интересы израиля естественно и он говорит что это опасности тем более что иран все время грозился шахнуть по израилю и известно что он там планы вынашивал но в общем я не знаю деталей тех договоренностей которые там они пытаются достичь между ираном и соединенными штатами там другими странами которые участвуют в переговорах но во всяком случае вот это было официальной темой таскать с которой он пришел но выступление нетаньяху само по себе это был демарш это был протест это был плевок в рожу от администрации соединенных штатов демократической партии очень многие демократы при том что демократы всегда поддерживали израиль более того за 90 процентов евреев которые живут соединенных штатов голосуют за демократов 90 процентов и тем не менее то очень многие сенаторы то просто не не пришли конгрессмены не пришли на выступление не то не а по него как бы бойкотировали и он сбил клин настоящий то есть я не знаю там кому с этого польза какая-то была но с точки зрения допустим самого израиля и отношений из израиля соединенными штатами нет 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 он нанес большую ущерб этим отношениям на самом деле потому что теперь поддержка или не поддержка израиля сегодня это она теперь проходит по межпартийной вот этой вот размежущие линии линии размежевания нежели вот как раньше это был монолит и вообще не было никаких проблем у израиля в конгрессе сша потому что проблемы могли быть с администрацией администрация вынуждена лавировать между допустим израилем и саудовской аравии и кувейтом и у соединенных штатов там не единственный друг на ближнем востоке это израиль там еще есть поэтому им приходится как-то эти интересы утрясать а конгресс это просто был всегда там подавляющим большинством там проходили все про израильские реализуются это как бы было нормой мы посмотрим что дальше будет но такая вот такая вот ситуация это то что обсуждается уже вот несколько дней в выборной кампании в израиле государственные структуры как бы соединенных штатов участвовали против нет они яху вот как бы вылезают такие факты то есть они как бы дают деньги каким-то там нон-профитом которые на самом деле давали деньги противникам там не то не а то есть шла такая довольно грязная борьба против нет они яху его правительство чтобы его снести а очень очень много денег было потрачено для того чтобы привлечь арабов израильских они традиционно не ходят на выборы но вот сейчас очень много арабов привлекли к выборам и еще раз это стоило денег больших то есть пришла такая борьба с ним и в общем такие проблемы не только обама обама через два года уйдет даже меньше двух лет осталось а вот проблемы у клинтон пишут да которая как бы должна по идее наследовать оба мир по тому раскладу который сейчас имеет место в общем вот это обсуждается потом масса всевозможных таких ситуаций ну как бы сказать этического нравственного плана там кто-то кого-то убил там не просто кто-то кого-то а вот допустим там муж жену там с детьми там сжег чуть так вот есть какие-то страшные совершенно случаи вот они пишут что еще пишет фергусон вот то самое место где если вы помните там были волнения которые были спровоцированы ложью эта ложь пошла во все средства массовой информации всколыхнула там кучу народу ложь о том что там полицейский застрелил чернокожего который руками стоял руки вверх это была ложь она вскрылась и полицейского оправдали и так далее но они там подняли волну эту мерзкую и после этого погибло несколько черные уже убили несколько боснийцев вот в этом фергус они там белых процентов 30 населения и частности там большая комьюнити ими выходцев из боснии мусульман значит вот там этих боснийцев несколько поубивали и вот тут час застрелили двух офицеров полиции то есть это не это не первые два офицера полиции застреленные после того что там произошло и так что какая-то чистка идет наверху то есть они там как бы обвиняют эту полицию в том что там действительно какой-то расизм у них там еще что тут об этом пишут и полицейский тот вынужден был уйти из полиции там начальник полиции еще чё то но вот эта тема подвергается как бы такому исследованию там что у нас что у нас не в порядке в отношениях между там скажем черными и белыми и безусловно есть места где эти отношения не в порядке это правда и в конечном счете все это упирается в наличие экономически неблагополучных регионов где очень высокий уровень безработицы и и львиная доля населения вот в этих местах это значит афроамериканцы которые просто ну как бы у них альтернативы толком нет они могли бы конечно уехать оттуда куда-нибудь где работы много там тоже кремниевую долину или в техасе вот сейчас там связи с нефтяными делами очень много работы то есть есть места стране где много работы но как бы не все же хотят переезжать и кого кто-то подъезжает конечно вот поэтому есть места где есть напряженность у нас надо спрашивают вот я много почты получают на канале и готова цикла там расовая напряженность и на штаты есть места где есть вот такая напряженность хотя в общем то это не столько расовая сколько экономического характера найти выход это может самых разных проявлениях вот так что я возвращаюсь к теме о том что нынешняя сенсация в том что уже некоторое время нет никаких сенсаций и вот так смотришь и толком даже обсудить им там нечего так я за многими изданиями слежу наверное десятка полтора я так на регулярной основе просматриваю вот ничего такого нет так что друзья ждем новостей город пил коктейли пряные пил и ждал новостей вот у нас свои новости у нас наталья квик встретилась с винни после там какого-то перерыва вот и тогда вот у нас своих новостей гораздо больше студенты находят работу новички снимают квартиры вот вот это наши новости даже вот на иммиграционном фронте казалось бы республиканцы уже имея большинство в двух палатах конгресса сша могли бы свою иммиграционную реформу начать проводить у них была реформа они как бы вроде бы даже имели проект неплохой но они что-то и с этим не спешат не знаю в общем такие вот дела нет новостей нет поговорить толком не о чем так даже на разу так приедешь запарковаться негде мне говорят михаил выглядит такой интеллигентный человек паркуетесь со всякой шушерой значит нет у вас собственного местечко там у нас не положено я хочу сказать значит наша плаза где мы находимся и вот конкретно менеджмент нашего билдинга значит на наш бизнес отведено 10 мест парковочных это называется он и сайт то есть нам говорят вы можете парковаться на 10 местах у меня есть на самом деле даже паркинг вот я вам покажу болтается сверху в этом ведь и паркинг пермит вот он лежит за зеркалом вот поэтому у нас есть у сотрудников значит нас есть 10 мест но они не приписаны и конкретно к тому или другому бизнесу поэтому вот я так паркуюсь можно сказать вместе со всем народом так положено по правилам игры а не то что я какой-то чересчур интеллигентный вот но и счастливо